Всем привет! И в этом видео я хотел бы вам показать очень интересную ловушку, с которой вы сможете выиграть много своих партий. Мы играем за черных, погнали! Белый начинает партии с ходом e4, e5, конь f3, конь c6, слон c4, слон c5. На доске итальянская партия. Белый делает трокировку, но также в этой позиции можно сыграть c3, в дальнейшем сыграет d4. Это один из вариантов, но в этой партии белый делает трокировку. Далее мы играем конь f6, нападение на пешку на e4, хотим также сделать трокировку. Белый играет ладья e1, защищается таким вот образом. Мы делаем трокировку, и белый играет c3, хотят захватить центр ходом d4. Ну и в этой позиции мы можем сыграть d6, один из вариантов, в дальнейшем поставить слона на g4. Но в этой позиции мы играем f7, ставим f7 на e7, вот таким вот образом защищаем пешку одновременно на e5. Ну и белый играет d4. Они держат центр, они нападают на нашего слона, также нападают на нашу пешку. Ну и в этой позиции самый хороший ход с нашей стороны, это ее забрать. Мы играем ed, и в этой позиции белый не забирает cd, они играют e5. Они нападают на нас, они нападают на нашего коня, и одновременно захватывают центр. Ну и в этой позиции мы играем конь g4. Теперь мы можем забрать на e5 смело, потому что у нас здесь конь нападает и здесь, а также ферзь. Также можем еще ладья e8 сыграть и вообще эту пешку просто забрать. Белый играет cd, забирает и нападает на нашего слона. Но в этой позиции белый также могут сыграть h3, нападает на нашего коня. Но в этой позиции мы делаем такой вот интересный ход, конь f2. Забираем пешку, нападаем на ферзя, белый забирает король f2, и мы играем dc. Вот так вот забираем пешку и одновременно даем шаг. И можем также еще здесь забрать. Но в этой позиции белый не играет h3, а играет после хода конь g4, играет cd. Мы забираем ее, и после этого позиция белых разрушается. Потому что у них до этого в центре было очень много пешек, они выстроили структуру, у них все было хорошо в центре. Но мы ее уже разрушили, осталась одна пешка. После этого белый забирает конь d4, но мы не забираем слон d4, а играем ферзь h4. И в этой позиции у белых очень много проблем, потому что грозит мат. Ну как мат, то есть мы забираем на h2, ну там в дальнейшем будет мат. Мы можем также ферзя в 2 забрать. И тут куча проблем, потому что также еще слон тут есть. И в этой позиции белый играет конь f3, это самый лучший вариант, здесь реально больше нету каких-то ходов. Белых единственный выбор, это сыграть конь f3 нападением на ферзя, но хотя белые уже проиграли. И в этой позиции мы играем ферзя в 2 шах. Блестящая комбинация тут будет, обязательно поставьте лайк за нее. Потому что после шаха единственный ход, это отойти на h1. И мы делаем красивую комбинацию, весь же один шах. Королем забирать нельзя из-за слона. Если забрать ладьей, конь f2, с конем то же самое. Конь f2, шах и мат. Вот такой вот блестящий партия. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Спасибо, что досмотрели эту ловушку до конца. Всем удачи и всем пока.